За последние 10 лет московская пропаганда так вложилась в формирование комплекса величия у населения Федерации, что он стал жить своей, отдельной жизнью, полностью оторвавшись от своего исконного значения. У них это происходит постоянно и часто они пишут или говорят вещи, или совершенно не понимают смысла употребленных слов, или они имеют в виду нечто такое, что или не соответствует исходному значению слова, или имеет какой-то совершенно другой смысл, непонятный тем, кому мозги не вывернули ржавой отверткой. Очевидно, что все сталкивались с подобным феноменом по всему миру. Скорее всего, дистанционная трепанация, которая исполняет их пропаганда в подобляющем большинстве случаев, приводит к необратимым последствиям. Ни воздух свободы, ни отсутствие пропагандистского пресса не позволяют им посмотреть на себя, свою историю и свою говень трезвым взглядом. Результат получается соответствующий, и величие у них тоже не имеет ничего общего с эталонным определением. Вчера был разыгран сюжет, который в общем является беспрецедентным в послевоенной, а может и в общей истории человечества. Позор, который был вылет на федерацию, трудно с чем-то сравнить, и, наверное, он войдет в историю. Речь идет о саммите G20, который только что закончился на Бали, и где произошло двуступенчатое опущение страны-террориста, когда ей объяснили, что отныне она будет жить на параше. Как известно, носитель величия, и он же фюрер, не до рейха или помойной федерации, не решился поехать на саммит по простой причине. Он – трус, который боится даже своей тени. А кроме того, он – чмо, не фильтрующее и не отвечающее за свой базар. На саммит приехали первые лица 19 государств мира, включая президента Байдена и председателя Си. И, в общем, по протоколу, туда же должен был приехать и Плешивый. Но вместо себя он прислал говорящая порнокопытная Лаврова. При этом было сказано о том, что у фюрера слишком плотный график, и он не смог приехать. Очевидно, что его график оказался намного плотнее, чем у первых лиц Китая и США. Но тут есть нюанс. Дело в том, что они входят в очень ограниченный перечень стран, которые могут себе позволить иметь все известные виды разведки, включая агентурные. Это значит, что в самом ближнем окружении Путина имеется как минимум по одному агенту, работающему на Вашингтон и Пекин. А раз так, то лидеры этих двух стран точно знают о том, что, когда и как делает Путин, а чего он не делает и не станет делать в принципе. Так вот, и Байден, и Си точно знают, что Путин уже очень давно не занимается систематической работой, которой заняты первые лица государства. Проще говоря, он лоботряс и бездельник. Большая часть его дня проходит в развлечениях, отдыхе и подобных бестолковых мероприятиях. У него нет никаких плотных графиков в принципе, и поэтому неявка на саммит была оценена однозначно и прямо. Крыса не вылезла из норки, потому что боится. Но если бы он не послал туда своего человека, могло бы получиться что-то совсем нехорошее, и вслед за вышвыриванием федерации из G7, ее могли заочно выкинуть и из G20, просто за неуважение к остальным участникам группы. Логика проста, если вы не являетесь на саммит, значит он вам не интересен, а раз так, вы просто не получите приглашение на следующий, и на этом все. А Путин помнит, как все это проигралось с высокими гостями на День Победы. Если раньше рядом с ним на трибуне стояли первые лица ряда государств, то теперь неизвестные персонажи. А если бы такой парад проводили сегодня, то, наверное, рядом оказались бы похитители женских трусов, унитазов, енотов и молотобойцев Пригожина. Ну и сам он, собственной персоной. Возможно, и Кадыров бы приехал, но это не точно. Он тоже мог быть сильно занят академическими упражнениями, а кроме того, это зависит от того, получен ли из Москвы очередной транш финансирования или еще нет. Так что надо было послать хотя бы лошадь. Но дело в том, что эту лошадь послал не только он, хоть и по другому адресу. Путинский инцитат принял на себя все то, что было приготовлено для него самого, за некоторыми исключениями. В общем, Лавров столкнулся с полным и презрительным бойкотом, равных которому не было за всю историю существования G20. Их собственные СМИ вот так описывают то, что пережила унылая лошадь. Невзирая на то, что еще в самолете так зарядилась коксом, что ее с трудом откачали в лучшей ветеринарной клинике острова. Саммит Большой Двадцатки, проходивший 15-16 ноября на Бали, обернулся новым холодным душем для России, представлять которую на встрече Кремль доверил главе МИД РФ Сергею Лаврову. Делегаты 19 из 20 стран на саммите, включая дружественные России, Индию, Турцию, Бразилию, а также Саудовскую Аравию и Мексику, отказались от официальных встреч с российским министром, который в начале войны прогнозировал, что изолировать Россию невозможно, а за две недели до саммита заверял, что никакой изоляции России не существует. От себя добавим, и Лавров, и Путин как-то вещали о том, что на их стороне находится большая часть человечества, имея в виду указанные выше страны. И вот та самая часть человечества отнеслась к представителю федерации как к чумному. Между прочим, большая часть присутствующих делала вид, будто там, где сидит делегация взбесившейся бензоколонки, пустое место. Но некоторые из присутствующих рассказали все, что они думают о Федерации, Путине и Лаврове. Довольно бойкую и жесткую речь выдал новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Ему это было необходимо, чтобы публично показать себя на международной арене, а остальные же просто проигнорировали заезжих орков полностью. Мало того, что с наркомом никто не захотел разговаривать или даже подавать руку, впервые был изменен протокол и из него было исключено финальное фотографирование всех участников форума. Лавров не мог согласиться на то, чтобы фото было сделано без него, ну а с ним никто не захотел фотографироваться и в итоге фотку просто отменили. Но, как было сказано выше, из 20 стран только одна согласилась на встречу с лошадью. Лишь глава МИД Китая Ван И провел формальные переговоры с Лавровым. Ван И заявил Лаврову о готовности Китая сыграть конструктивную роль в достижении мира. Он также намекнул на неприятие Пекином ядерной темы, которой увлеклось российское руководство на фоне неудач в войне. В общем, это был разговор ни о чем, потому что отвечать за базар должен был сам Путин и персонально перед Си. Но, видимо, Ван И передал что-то Путину на словах. Ведь Си имел неприятный разговор с Байденом, который напомнил китайскому лидеру о том, что Путин – его личный багаж и что он должен с ним разобраться самостоятельно. И все бы ничего, если бы не одна полная историческая аналогия. Произошла она с князем московским Дмитрием, когда он не сдержал обещания, данное ордынскому руководству по поводу своевременности и полноты сбора даний для Орды. Ему назначили встречу для того, чтобы проучить негодяя. Но Дмитрий не явился, и в Москву отправилась специальная команда для того, чтобы вразумить потерявшего нюх князя. Речь уже шла не столько о дании, сколько о том, что князь проигнорировал вызов к хану. Дмитрий прознал о том и отважно, в стиле Михаила Кутузова, покинул Москву, спрятался в лесах и болотах, посылая шефу письменные мольби о помиловании с обязательствами доставить дань с процентами. Видимо, ему удалось разжалобить хана, и тот ему дал второй шанс. Дмитрий содрал с людей три шкуры и привез в Орду все обещанное с процентами. Позже в этот эпизод внесли некоторые правки и вместо бегства выдумали куликовскую битву, которая не существовала в природе. Но все началось с того, что Дима забил на вызов шефа. Вова тоже забил, и видимо его лошади что-то передали на словах от Си, назвать это переговорами можно с большой натяжкой, но ведь прямо никто не будет описывать речи Сизерена, адресованные Вассалу, и поэтому отделались общими формулировками. Не будь этой необходимости, Китай точно так же, как и остальные, переступил через Лаврова, как через кучу, оставленную собачками на газоне. Тем не менее, Лавров попытался что-то рассказывать журналистам с видом, будто его только что символично не макнули Харри в парашу и не указали его место. Все это видели, все это знают и уже просто стебались. Ну а для россиян опять расскажут сказки о величии, и они это привычно схавают. Фокус в том, что в это слово они вкладывают другой смысл, аналогичный слову унижение. Если в любом спиче федерастов заменить любое слово на это, то все мгновенно встанет на место и не будет иметь никаких возражений. В общем, лошадь поскакала в свою родную говень, чтобы доложить шефу о том, что на параше вполне можно жить и даже гордиться своим положением. Главное правильно все это преподать черни, но для этого как раз и существует ржавая отвертка пропаганды и все будет как всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова